Мариуполь посетил посол Швеции Андреас фон Беккарт. В рамках своего визита он встретился с городскими властями, студентами МГУ, а также побывал в горячей точке в поселке Широкино. Вчера состоялась встреча Андреаса фон Беккарта с городским головой Вадимом Бойченко. Мэр города вручил послу символические подарки от городадминистрации, древнюю картину нашего города и картину с видом водонапорной башни. Мэр города поделился планами на будущее, рассказал о первоочередных заданиях в работе городского совета и о том, что сегодня особенно волнует мариупольцев. Прежде всего, это проблема с обеспечением жильев вынужденных переселенцев. В этом направлении власти есть некоторые идеи. Одна из них – ремонт заброшенных общежитий, на что по обеспечительным расчетам понадобится около 70 миллионов гривен. Следующим важным моментом является загрузка машиностроительного гиганта с завода «Азовмаш», где когда-то трудилось около 20 тысяч человек, а сегодня машиностроители фактически остались без работы. Андреас фон Беккарт сказал, что Швеция может помочь в решении вопросов энергоэффективности. Общая поддержка – это поддержка реформы в Украине. Это есть три части нашей помощи. Первую часть мы уже назвали – это энергоэффективность и природа. И в основном это через две фонды, которые называются и Файпи, и Нефко, которые дают и кредиты, и гранты. И, может быть, есть идея, что если вы можете посылать нам в посольство, какие проекты, и мы можем тогда сделать контакт с этими фондами, чтобы они могут проверить, какие возможности есть. В завершении беседы Андреас фон Беккарт сказал, что бывать в Мариуполе ему приятно и поздравил всех горожан с победой Джамала в Евровидении в 2016 году. Давайте посла мы поставим середину.